Тема поздний груш Вот она так выглядит У меня большинство груш уже давно не только собрано, но и съедено Но, как видите, это длинное холодное лето и осень, разделили груши Так что если раньше они были у меня летние и осенние Причем это не ярко выражено было, а сейчас ярко выражено Вот так это выглядит Давайте я хочу, чтобы вы попробовали Та, которая упадет, значит самая спелая Вот, попробуйте Мне надо увидеть ваше лицо Вдруг оно кислое, да? Да Оно очень вкусно Да вы еще не попробовали Ну конечно, я откусила Так, вот это замечательно, да? Вот, пойдемте дальше, дело в чем? Неприлично на камеру кушать, но это очень вкусно Такая осенняя, так? Она из лучших То есть у меня есть высшая лига Я вас буду угощать высшей лигой Дело в чем Когда мы съедаем такую грушу, они упадут Если бы вы видели, ведра стоят с гнилыми грушами, которыми никто не съел, потому что они уже косточки, семечки Вот, потом я решил так Я их все смешиваю, семечки называю ассорти Я вот это уже сделал Важенский человек купила То есть там идет каталоги Груши Культурные, сладкие Только сладкие, только сверхсладкие, вот такие И, кстати, это холодное лето, а настоящего сахара еще тут нет Знаете ли, не медовые бывают И вот, значит, надпись груша, культурная, сладкая, в скобках, ассорти, смесь То есть повезет, в этих десятки любом груш будет и такая И еще пойдемте я с угощу какой-нибудь другой А вот туда я обгрузку положу, да? Да, обгрузки, это, можно это Вот, кстати, видите, это я угощал Люди деликатные, оставляют мне семена А я таки сусе их не жалею Берите с собой, только возвращайте обгрузки Я вынужден это делать Потому что у меня получилось так, что Одних сильно много, а других сильно мало Так, ну что, пойдемте поищем еще груши На дикарей будем смотреть? Ведь дикарь это основа грушевого сада Ну давайте Вот здесь мы уже собирали И вот еще ведро приготовлено Еще будет продолжаться сбор Вот это настоящая уссурийская груша Бе-бе-бе-бе-бе-та сама Вот она Кстати, уже, наверное, собирали или собрали Нет, это поздние абрикосы А вот они еще лежат Но это уже последняя Отсюда много собрано Вот она, дикая уссурийская груша Без нее, без ее семян То, что вы ели, вырастить в Сибири невозможно Вот эта груша дикая, ее семена Имеют необыкновенное свойство Когда я это понял, я понял, что мне повезло необыкновенно Если я абрикосы, яблони, персики, черешни, вишни Все приучал, по двое к привоям Это особая работа Груши, дикари Есть невозможное Дайте вам попробовать Это будет ужас, если вы сейчас попробуете Будем показывать Как я рожи строю Давайте не будем Вот, это страшная вещь Так вот Она имеет стопроцентную Сто процентную Совместимость с любой культурной грушей Вот я ничего понимаю Вот там вот, где я вам показывал Вон они эти Заменил груши на абрикосы Вот они Да? Вот Те груши давали по 20-30 ведер каждый год Даже не снижая А у меня единственное не то, что неудача Оказывается, сибирские варианты Это алтайские, так называемые, сорта Они в Сибири дичают И это неизбежно Все-таки жесткий климат И возьмешь и так Она имеет в себе гены уссурийской, этой же груши Вот этой гены имеет А мы еще на гуссурийскую грушу И они становятся несколько лет вкусные Потом несъедобные У меня такие, к примеру, много Какие у вас еще сорта? Вот, поэтому я плюнул Вот, вспоминайте про московскую Вот эту Ой, они А, да, да, вот эта большая А их уже нету У меня фотография есть А, есть, да? Я оставлю, да Хорошо Вот, дело в том, что она продалит мне Но я о другом Даже такая роскошь неимоверная Плоды до 500 грамм весом Да, да И все равно Но, стопроцентная совместимость вот с этой уссурика Это феномен Это одно из моих открытий Причем Все, что я не пробовал Хоть с Украины Хоть там Откуда угодно Принимает и все И вкус не теряет Вот, на вашем лице было написано Вот, пойдемте еще немножко походим по грушам Еще одну тему закроем Какие-то еще интересные и вкусные Вообще, именно поздних у меня, кстати, и нет Вот это московское, что мы сейчас стояли, что вы пробовали Это московское осеннее А уже позднее, в принципе, нет Есть кое-что Есть такого же уровня Но Как сказать У меня выбор был Но когда сожгли на острове 40 сортов груш Вот А вы знаете, какие у меня клоны там были Это что-то невероятное У меня не было подвоев Я говорю, что привал на яблонях Я потом От привал поближе к домику В центре Участок большой 5 гектар В центре Чтобы не воровали Так вот, из-за забора От 150 метров было видно Вот так же, как лампочки Висели А вот это, вот сколько тут Это все будет выброшено Даже семечки не будут взяты Почему? Вот Это часть технологии, смотрите Вначале была уссурийская дикая груша Так Вот она, подвой Вот она Потом я на нее привил Грушу из Смоленска Она оказалась несъедобная Если попробуете Ой, все равно им хана Теперь Я на нее Немножко Это Уменьшил так Тем, что в кронах Смотрите внимательно В кронах Видите, я вживил Два сорта груш Вот одна И вон вторая Вот эта Где ветка сломанная Вот она А на ней уже ни одной не осталось Помните, я вас угощал Говорил Раннее Мичурина Так На ней было столько груш Как облепихи Вот ветка не выдержала Сломалась Теперь Следующий этап Это несъедобная Ну обманули Ну ничего Подумаешь Использовал как подвой Так же Вот два сорта привиты Давайте Повнимательнее посмотрим Вот они Вот на них уже груши висят Уже съедобная То есть придет весна Обрезка сока весной И я подрежу Три четверти этих веток Но полностью нет Корни должны работать И пусть она еще Она то есть Получается Замена вот этой вот Невкусной Несъедобной Но вкусная происходит Постепенно Поэтому мы позоримся Поэтому до сих пор Не убрано Постепенно Ну прирост получился Получил первый урожай Сильно много было груш Вот Даже мелкие получились Но вкусные Вот один из примеров Это не повезло Большинство имеет Несъедобные груши По всей России Ну может я Это Ну мне пишут Может одни неудачники Но пишут Невозможно Есть вот такие же Красивое все Невозможно Хоть и с юга России С Украины Присылают несъедобные Друг другу Просто как будто нарочно Вот И у меня таких примеров много Боднар Борис Он Как встретимся Он не может Говорит Не могу забыть и все С Белгорода прислали Ну подобное То есть Есть невозможно Белгорода Там же До Украины Несколько километров Невозможно Есть Вот так Поэтому Мы должны Все Кому обманули Но они Не замерзли А значит У них Они на подой Годятся Перепривить Вот пожалуйста Еще раз Показываю близко Перепрививку Вот одна Вот вторая Научить людей надо Прививать Да? Научить надо Прививать Вот и отлично Будем делать Будем делать Так И грушевая тема Не закончена Вот Пойдемте сюда Вот идемте сюда Угощаю Последними Нарядными Эфимами Какие они Красавицы Вот Вот это Последние Но Она Относится К осенним Но К поздним Я его никак Не могу Отнести Так И У них Слабая Краска В этом году Солнца Не было У них Это Я называю Загар Вот Ну да Булы плотные Но Она тоже Вкусная Сладкая Это Мировой Лидер Это Золотая Медальная Международная Выставка Она этим Прославилась Мы Редко Когда Высовываемся Сейчас бы Мои бы Вот эти Груши Туда Бы Парижу А наука Я вам Рассказывал Вы же Знакомы С Еленой Санной Так Ну что Поздоровимся С этим Будущим Академиком Да Только У этого Будущего Академика Теряются Годы С его Сноровкой С его Умением С его Супер Питомником Единственный Питомник России Который Зимует На морозе Это В Сибири Ну что Пилите Шура Дерри золотые Я вырежу Почему Не надо Подождите Я Правила Разговор Написала Вчера Одна женщина Не могу Отправить Каталок Я попыталась Отправить Не могу Отправить Хорошо Я посмотрю Вот Марина Там последняя Не могу Мне не получается А что Он не стреляет Я не знаю Пишет Что они Отправлены Я понять Не могу Я попробую Сам отправить Смывая Такое Отправить Отправить Среднерусскую А вот А вот Это Пришла Ко мне Под названием Воронежская Десертная Я хочу Чтобы Вы Положили На место Эту Я ее Доем Да Да Новый Что Сережа Поздравляю У нас Похоже Зимний Сорт До сих пор Хоть бы Одна Упала Он не зимний Он не просто И лето задержал Да Видишь И ты Про лето Задержал И все равно Уже Разница Чувствуется Но осенний Это точно Так Давай Пробовать Я хочу Чтобы Вы выбросили Ту И попробовали Эту Мне нужно Мнение Ваше Ой Они такие Не хотят Я думаю Вот это Уходят Ну Отрывайте Ладно Ну ради науки Отрывайте Ну жалко же Ее отрывать Но мне кажется Это самое спелое А если я его Здесь Отламывайте Главное Сохраните Вот именно Главное Сохраните Вот так Ух Каким трудом Да Не дай бог Не съели Главное Она вкусная Немножко Кислинка Есть Так Она еще Полежит Мы же Зеленовато Мы же сорвали Дайте Теперь Я Она вкусная Она гораздо Мягче Слаще Чем Вон Ту Которую Я только что Ела Слушай Для меня Нет Вот этой Вязкости Это Вот Это Вот Как это Пикантность Не Кислинка Мне нравится Я такие Сразу Полный рот Свиней Ладно Короче Они Все Разные И все Вкусные Вот эти Вот Три Глужи Потом Даем Как в анекдоте Зачем Шубу Потащил Дома Даем Да Так Ладно Значит А вот Это Что Это Это Сварог Это Как раз Из Серии Сортов Алтайской Селекции На Молодом Дерево Прекрасно Потом Деревья Дичают Я Таких Дерев Уже Обнаружил По Округе Много Есть Невозможно Сразу Выбросить Что скажете Что съедобное На любителя А вот Именно А ну Когда они Перележат Их можно Будет Она Спелая Прям Хорошая Она Кислая Ну В меру Если кто любит Кислая Допустим Ей повезло И вам повезло Малый урожай Сахар Весь достался А когда здесь Было дерево Не видно Из-за урожая Здесь Больше Тридцати Ведер Висело Ее Невозможно Было есть Вот и радость Урожая Они Крупнее Обычно А так Они были бы Еще мельче Два раза Ну Все С грушами Мы Наверное Закончили Ну Пойдемте Еще Ладой Угощу Подождите Я сейчас Пофотографирую Мне нужно Фотки Еще Будет Пока Они Есть Ладно Потом А Потом А Вот Это Мне Наоборот Понравилось Ммм Ну Вот Самую Первую Которую Мне Давали Она Самая Вкусная На мой Так что Весной Я Наверное Ту Грушу У вас Куплю Которую Самую Первую У меня Давали Я Не Помню Как Они Называются Я По Видео Посмотрю У Схожу Я К Ней Да Я Сфотографирую Потому Что Мне Надо Ставить Фотографию Чтобы Поближе Были Чтобы Красивее Смотрелось Вот Кстати Вчера Сделала Ролик По Косточкам Я Там Фотографию Вставляла И Сразу Одну Женщину Написала Я Думаю Что Фотографию Все равно Видно Направо Может Это Неприлично Жевать Вкуснейшую Грушу Прямо Перед Камерой Но Седро Делюсь Знаниями Седро Делюсь Семенами 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 Прям挺 Семен Продолжение следует...